Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас торговая сессия среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в Англии. Относительно скоро первый важный отчет текущей торговой сессии в 7.00 по GMT. Далее в 13.30 по GMT переключим внимание на промышленную инфляцию в США, индекс цен производителей. В это же время выйдут данные по роничным продажам США, индикатор США, по сути, потребительской активности. И для нас еще одна возможность порассуждать, что же в конечном счете будет дальше происходить с инфляцией в Штатах. Потому что, судя по вчерашним данным, непосредственно по самой инфляции за октябрь, мы получили куда больше сигналов, указывающих на то, что индекс потребительских цен продолжает нисходящую тенденцию и в целом инфляция сдувается. В 15.30 данные по запасам нефти США, официальный отчет от администрации энергетической информации. Котировкам нефти сейчас явно требуется дополнительный триггер для восходящего движения. Я надеюсь, что он появится еще до заседания ОПЕК, который состоится на следующей неделе. Но в целом котировки нефти бренды WTI стабильны и смотрятся, конечно же, на развитие дальнейшего роста. Тем более, что текущий новостной фон, который ранее мы обсуждали касательно рынка нефти, сейчас можно еще усилить фактом снижения курса американского доллара, чтобы поддерживать сырьевые инструменты. Давайте по порядку. Индекс доллара 103.93. Вчера все внимание трейдеров, инвесторов было направлено на данные по инфляции. Это, безусловно, тот релиз, который нужно было бы разбирать в первую очередь, потому что все прекрасно знают, что это отчет, который влияет на монетарную политику американского регулятора и задает тренды на финансовых рынках. По сути, формирует рыночное настроение. Индекс потребительских цен. Если в сентябре у нас было довольно стабильное значение 3,7, тем более, что в августе инфляция была на такой же планке 3,7, и мы решили, что американскому регулятору теперь потребуется принятие куда более агрессивных шагов или, опустим, ладно, слово агрессивных, дополнительных действий для того, чтобы создать условия для дальнейшего последовательного снижения инфляционного давления. Но по факту мы видим то, что в октябре ситуация изменилась. Лучшую сторону для Федрезерва и для американской экономики. В частности, инфляция замедлилась с 3,7 до 3,2%. Наибольший акцент я делал на базовой инспотребительских цен, потому что это инфляция, чистая инфляция, без учета цен на продовольственные товары и цены на энергоносители. И полагал то, что инфляция останется, как бы первый сценарий, на прежнем уровне 4,1, и оптимист во мне, как я ранее комментировал, допускал, что инфляция может вырасти до 4,2%. По факту здесь мы получили снижение показателя со 4,1 до 4%. Поэтому хочется задать вопрос. Может быть, Паул ранее был неправ, когда отмечал, что ставка в США еще не достигла достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить последовательное снижение инфляционного давления. Мы видим то, что индекс потребительских цен все же продолжает снижаться. Базовая инфляция также возобновила нисходящую динамику. И первыми, конечно же, на отчеты по инфляции вчера отреагировали долговые рынки, в частности, облигации с разными сроками погашения. Мы следим за десятилеткими, они просели до 4,45%. Двухлетние облигации, которые держались выше 5%, свалились до 4,83%. И сегодня на азиатской сессии мы видим то, что доходности трежерист продолжают снижаться. Это говорит о том, что рынок поверил в эту статистику и допускает то, что инфляционное давление дальше будет идти на спад и, соответственно, лишит козырей либо возможности американского регулятора говорить о необходимости проведения по-прежнему жесткой монетарной политики. Наверное, первый вывод сейчас, который стоит сделать, то, что ФРС не будет точно повышать подсветную ставку. Он даже не будет обсуждать возможности такого шага на заседании в декабре. Вопрос, который будет стоять на повестке, как долго удерживать ставку в течение длительного периода времени. Очень жаль, друзья, что у нас нет возможности после выхода данных по инфляции вчера, вот сегодня послушайте обновленную актуальную позицию американского регулятора в лице Джерома Паула. Придется ждать его выступления и довольно-таки долго. А до тех пор, пока у нас не будет конкретной позиции от Паула, я считаю, что смена рыночных настроений, которая произошла вчера, доказывает то, что американская валюта действительно может обновить локальные минимумы. Поэтому спекулятивное приняло решение поставить на снижение индекса доллара до значений 103 пункта, может быть, даже пониже. По другим финансовым активам. Золото 1966 долларов за тройскую омсу. Очень долго мы ждали оптимальную точку ухода, смотрели за сантиментом и допускали, что она может быть обозначена прям внезапно, если резко сменится рыночное настроение. Именно это вчера произошло. У нас был перекос по действиям и по активности большинства и меньшинства шартистов и покупателей. 30,70 по сантименту. Я всегда обращаю внимание на эти экстремы по индикатору оценки рыночных настроений. Итак, вот, друзья, это произошло примерно в районе 1950 долларов за тройскую омсу. Сейчас котировки 1966. Конечно же, я уже в длинных позициях и теперь ориентируюсь на значение 1980-2000 долларов за тройскую омсу. Тем более, что рыночный сантимент сегодня не меняется. И вообще, тот фон, который сложился вчера, если опустить данные по инфляции, посмотреть на статистику в других регионах, сейчас все это не имеет никакого значения, потому что вы сами видели реакцию рисковых инструментов. Например, данные по рынку труда Англии, к ним больше вопросов. Явно создающие предпосылки для роста усиления инфляционного давления на экономику в целом. И логичной первой реакции должно было быть уже такое среднесрочное ослабление британской валюты, потому что очевидно, что британская экономика будет дальше снижаться и окажется в рецессии. Европейская экономика вовсе уже в рецессии. Квартальный показатель минус 0,1%. Годовой показатель пока удержался на положительной территории на целых 0,1%, но очень близко к пропасти, которую мы называем технической рецессией. Но все это не имело вчера значения, потому что раз обвалился доллар, трейдеры решили, что сейчас самое время для покупки рисковых инструментов. Если вернуться к не совсем рисковым активам, но, например, к особняку оппозиции риска, это золото. Опять же, сейчас нужно делать акцент на снижение курса американского доллара и, самое главное, на снижение доходности американских облигаций, с которыми конкурирует золото. Если трейдеры будут дальше валиться, я думаю, что до конца этой недели, более чем реальный сценарий, у золота будет хороший потенциал для дальнейшего восходящего движения. Британская валюта 1,2491. Почти 200 пунктов, даже чуть больше, за одну торговую сессию это перебор. Опять же, только что отметил, что данные по рынку труда, к ним было больше вопросов. Сегодня ждем отчет по инфляции, но думаю, что на фунт, на евро и на прочие рисковые инструменты, опять же, будет влиять только лишь доллар. По рыночному сантименту сейчас дорога открыта для дальнейшего восходящего движения. Но фунт я зафиксил, новые позиции не открыла. Хватит лучше посмотреть за развитием событий со стороны, посмотреть, проанализировать, как будут стабилизироваться настроения и что рынок будет думать дальше и делать. По австралийству против доллара 0,65 наша цель достигнута, поэтому здесь отработала идея ожиданий того, что австралийский доллар может выйти на новый локальный максимум с учетом фундаментального фона. Наверное, это сейчас уже с натяжкой, потому что все-таки рост австралийского доллара стал следствием резкого снижения американского конкурента. Доллар иена 150.60. Мы снова ближе к поддержке 150, уйдем ниже и, соответственно, будем искать точку входа на покупки. Пока Банк Японии не проводил валютных интервенций, хотя пара была выше 151 иен за доллар. Единственное, что делает Банк Японии, это используют вербальные интервенции, которые никакого особого эффекта на движение валютной пары не оказывают. Вчерашняя макроэкономическая статистика ВВП Японии в квартальном выражении снизилась на 0,5%. В годовом выражении значение тоже существенно отличается в худшую сторону от тех уровней, к которым мы привыкли несколько кварталов назад, но текущий показатель 2,1%. Плохая статистика, которая должна была надавить на позиции иена, но происходит ровным счетом наоборот, снижается доллар. Еще одно доказательство того, что рынок сейчас смотрит только лишь на американскую валюту. Если пара уйдет ниже отметки 150 в район уровня 149, будем снова покупать уже с ожиданиями повторного роста к 150 и выше. Рынок нефти 82-70. Очень много оптимистичных прогнозов. Сначала от ОПЕК, которые пересмотрели прогноз роста спроса на нефть в этом году на 20 тысяч баррелей. Вчера Международное инвестическое агентство также повысило прогноз роста спроса на нефть с 2,3 до 2,4 миллионов баррелей на 100 тысяч баррелей в сутки. Это много. Сегодня выйдут данные от Администрации энергетической информации по запасам нефти США. Я думаю, что этот отчет тоже не разочарует и соответственно может добавительно поддержать котировки черного золота. Так, по золоту разобрали, в целом по индексу долларов, по общим рыночным строениям тоже более-менее понятно. Друзья, давайте тогда наблюдать за дальнейшим развитием событий. Смотрим прежде всего за американским долларом и пытаемся считать малейшие изменения рыночных строений. Спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!